Электроопоры под охрану областная власть выступила с рекомендацией к энергопоставляющим компаниям, чтобы те изыскали деньги для установки систем безопасности. Об этом говорилось на пресс-конференции первого заместителя председателя обл. администрации. Вплотную заняться охраной линии электропередач власть заставил последний случай в Велико-Белозерском районе, недалеко от Энергодара. Трое безработных частично разобрали конструкцию, чтобы сдать детали на металлолом. Из-за этого опора упала, произошло короткое замыкание, а запорожской АЭС даже пришлось снизить мощность. В настоящее время идет процесс восстановления опоры. Кроме как установить охранные системы на линии электропередач, другого выхода нет. Так решили в областной администрации. Во избежание впредь всевозможных ЧП, рекомендуют заняться этим вопросом всем энергопоставляющим компаниям. Чтобы все-таки они вынешли деньги и на охрану, на спостережение этих своих коммуникаций, линий и этих веш, они использовали самые современные засобы охраны, спостережения, звезда и так далее. Пока же борьба с расхитителями металла идет в телефонном режиме. Компания «Запорожье Обленерго» открыла круглосуточную горячую линию, на которую можно сообщать о фактах хищения электрооборудования. Компания «Запорожье Обленерго»